Нарильские новости Там должны появиться школа, детский сад и 8 новых жилых домов 9 административных протоколов составили дорожные полицейские на недобросовестных перевозчиков Какие нарушения обнаружили госавтоинспекторы? Минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 16 242 рубля Совет Федерации одогрел соответствующий закон Новая школа, детский сад и жилые дома Микрорайон Аганер ждут серьезные изменения На градостроительном совете чиновники, подрядчики и эксперты Обсудили план комплексной застройки микрорайона Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете На градостроительном совете рассматривают варианты Архитектурно-планировочного и колористического решений Зданий комплексного развития Аганера В ближайшие годы там собираются построить полноценный жилой комплекс Обсуждение начинают с внешнего вида зданий Подрядчик предложил на выбор два цветовых решения Первое отличает наличие ярких акцентов А второе наоборот Приглушенные, спокойные тона, более классический стиль Архитектурно-планировочное решение тоже подготовили в двух вариантах Различие в стилистике фасадов в зависимости от назначения зданий По внутренним наполнениям и в том и другом варианте надо дорабатывать Мы будем об этом писать в архитектуру, естественно С точки зрения архитектурных решений Знаете, Дмитрий Иванович, честно, мы примем любое Приспособимся к нему Лишь бы было построено Новый жилой комплекс в Аганере будет располагаться на пустыре В районе улиц Озерная и Югославская Общая площадь 11 гектаров Возведут 8 жилых 9-этажных домов 3 одноподъездных и 5 трехподъездных В общей сумме в них будет 879 квартир У трехподъездных домов на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения Также будут построены детский сад на 270 мест и школа на 1100 мест Строительство взяла на себя компания «Норникель» Итогом градостроительного совета стало единогласное решение Его озвучил глава города Дмитрий Карасев Руководствоваться в части социальных объектов Второго варианта, предложенного для обсуждения И колористические решения, что было предложено Все-таки более динамичными сделать А в части жилых домов Я так понимаю, что все склонились Олег Александрович к третьему Но третьего нет, значит к первому К первому варианту Так или иначе, представленные проекты еще будут дорабатывать У членов градостроительного совета были вопросы и замечания Которые подрядчику предстоит устранить и повторно представить на суд экспертов Дарья Каменских, Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Александр Вори, Норильские новости 20 декабря глава Норильска встретится с журналистами Дмитрий Карасев подведет основные итоги года В том числе расскажет о ходе реализации программы реновации Транспортной реформе и о перспективах развития города Наблюдать за ходом встречи в режиме реального времени Можно будет на нашей странице в Телеграм Прямая трансляция позволит каждому норильчанину Лично услышать ответы градоначальника На самые актуальные вопросы, касающиеся жизни города Пресс-конференция начнется 20 декабря в 11.00 Подключайтесь на страницы телеканала Норильск ТВ в Телеграм QR-код на ваших экранах Девять административных протоколов составили дорожные полицейские На недобросовестных перевозчиков Нарушители выявили в ходе рейда по городским маршрутам Проверяли техническое состояние автобусов Как водители проходят предсменный контроль И насколько безопасно перевозят пассажиров Подробности расскажем в следующем сюжете Рано утром на охоту за недобросовестными перевозчиками Выходят ревизоры Сотрудники госавтоинспекции, представители Ространснадзора, чиновники из городской администрации Проверяют всех, и муниципальный транспорт, и частный Есть ли лицензия на перевозку Проходят ли водителями досмотр перед сменой В каком состоянии автобусы И оформляется ли путевая документация Данные рейды направлены на профилактику соблюдения всеми участниками перевозочного процесса Требований законодательства Российской Федерации И, конечно же, на обеспечение безопасности наших пассажиров Потому что полностью исправное транспортное средство должно находиться на линии Водитель должен пройти соответствующий предрейс в медицинский осмотр Во время рейда полицейские составили 9 административных протоколов Основные нарушения – просроченные либо пустые огнетушители Отсутствие молотков для аварийного выхода Трещины на лобовом стекле Нехватка в рейсовых автобусах табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров И отсутствие актуальной информации о страховании ответственности перевозчика в салоне На одного из водителей составили административный протокол о заезде под кирпич Мужчина умудрился сделать это прямо на территории автовокзала, на глазах у проверяющих Сотрудники территориального отдела Ростров-Подзора Прибыли в город Норильск для проведения профилактических мероприятий В рамках постоянного рейда С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий Мы всегда проводим мероприятия совместные Это и администрация привлекается, и ГИБДД Соответственно, наши сотрудники более эффективны, когда работаем вместе Пока подобные рейды проходят в плановом режиме, говорят в Ространснадзоре Тем не менее, по словам представителей городской администрации, мероприятия стоит проводить чаще На системной основе Софья Зиберова, Норильские новости Минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 16 242 рубля Совет Федерации одобрил соответствующий закон, пишут РИА Новости Установленный размер выше прошлогоднего на 6,3% В 2022-м минимальный размер оплаты труда составил 15 279 рублей Как сказано в сопроводительной записке Благодаря новому закону зарплаты вырастут у 3,5 миллионов работников бюджетной сферы В планах у властей ускорить темпы ростом род В перспективе он будет зависеть от увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране Свыше сотни национальностей проживают в Большом Норильске Для взаимодействия между ними и достижения межнационального согласия В администрации города регулярно проводят заседания консультационного совета по делам национальностей при главе Норильска На них обсуждают проекты, реализованные национальными объединениями Меры поддержки и другие социально значимые вопросы Подробнее расскажем далее На заседании участники национальных общин и диаспор представили социально-культурные проекты, которые удалось реализовать в этом году Их цель – сохранить народные традиции и рассказать о них жителям Норильска Среди проектов – мероприятия «Юрта дружбы» и фестиваль «Куркума» Последний посвящен психологии, саморазвитию и творчеству В этом году его главной темой стали сказки народов мира На «Куркуме» побывали полсотни гостей Главная задача фестиваля – обмен опытом Отметила председатель общественной организации «Солнце» Наталья Немченко Объединение единомышленников, творческих людей Организации, коллективов для обмена опытом Популяризации и продвижения практик Которые несут в себе традиционную составляющую образа жизни различных народов А также сохранение и популяризацию культурных традиций экологического просвещения Социально-культурные проекты реализуют при поддержке администрации На каждый выделяют финансирование до 500 тысяч рублей Глава Норильска Дмитрий Карасев подчеркнул, что необходимо также проводить дополнительные семинары по межнациональному взаимодействию На них планируют обсуждать не только правила общения между представителями диаспор и общин, но и различные бытовые вопросы План работы нужно такую встречу запланировать, может быть, не одну, ежеквартальную Как мы собираемся с вами, беречься, собирать и общаться вместе, снимать эти вопросы Какие есть любые вопросы, на самом деле, коллеги Они касаются не только взаимоотношений, правил поведения А в целом проблем текущих, каких-то там, да, житейских Которые требуют содействия со стороны администрации города Норильска В администрации говорят над организацией подобных встреч уже работают В ближайшее время семинар пройдет в Центральной библиотеке Софья Зиберова, Надежда Балдакова, Александр Вуори, Норильские новости Художественные фильмы, сериалы, документальное кино и анимация для детей Прямо сейчас наша еженедельная подборка того, что интересного можно посмотреть в эфире Норильск ТВ В мире осталось не так много мест нетронутых цивилизаций И увидеть их непросто Авторы документального фильма «Райские птицы» побывали на юго-западе Тихого океана В тропических лесах Папуа и Новой Гвинеи В этих местах круглый год царит 30-градусная жара и высокая влажность Это благоприятная среда для жизни экзотических пернатых Как живут и чем питаются райские птицы, смотрите во вторник Как ни крути, кровь не позволяет нам, науке, обхитрить природу Каждый человек должен знать о своем здоровье как можно больше Как устроено тело, что способен выдержать организм, что делать, чтобы жить долго и комфортно В цикле научно-популярных программ «Тайны анатомии» телезрители уже в четверг узнают Почему наша кровь соленая на вкус, из чего она состоит и можно ли по анализам узнать продолжительность жизни человека В преддверии Нового года многие хозяйки перебирают идеи для праздничного застолья Как правило, в новогоднюю ночь столы россиян ломятся от кулинарных изысков В четверг в развлекательной программе «Вкус праздника» шеф-повар Григорий Мосин и гастрономический эксперт Ник Аганич расскажут и покажут нашим телезрителям, как приготовить вкусные и оригинальные блюда для праздничного застолья За гранью реальности – фильм российского режиссера Александра Богуславского, автора фантастического сериала «Выжить после» Команда людей со сверхспособностями решает сорвать куш в казино, однако афера выходит из-под контроля Кино снято при участии итальянских продюсеров, а в главной роли – голливудская звезда Антонио Бандерас Увидеть картину наши телезрители смогут в пятницу вечером Фильм для семейного просмотра – комедия «Пираты по соседству» Семейная пара пиратов провела значительную часть жизни в морях и в сражениях с врагами Но после рождения ребенка супругам пришлось оставить опасное прошлое и поселиться в небольшом городке Получится ли у бывших разбойников начать новую жизнь? Смотрите в субботу в эфире Норильск ТВ Вы им понравитесь? Все идеально! Никаких бумаг, никаких дипломов! Софья Зиберова, Дарья Каменских, Норильские новости И к этому моменту у нас все Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте Норильск ТВ В студии была Надежда Балдакова Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»